Светлана, рассказывайте, я так понимаю, все это дело ваших рук. Да, эта коллекция была в прошлом году на конкурсе «Фэшн-битва» мода 2032. Зимние костюмы с брюками. Вот эта коллекция была в этом году на летней неделе моды в Артеме. Модельная школа «Перезагрузка» приглашали поучаствовать. Также здесь некоторые заказы висят, которые люди просят сшить. Например, обычный трикотажный костюм, но нестандартных размеров. На девушку 60-го размера. Она нигде такое купить не может, она просит это сшить. В швейном деле есть конкурс «Фэшн-битва». Приглашают дизайнеров. Меня нашли через интернет. Сказали, что очень мало людей, которые шьют именно на детей. У меня возрастная категория – это от 6 лет и до 12. Раньше шила поменьше, потому что дети были маленькие, шила на более младший возраст. Дети подросли, шью постарше. И вот сейчас у меня подростковая категория от 12. То есть вы растет? Размеры растут вместе с детьми. До 12, да. Размеры растут вместе с детьми. Сейчас, так понимаю, тоже к чему-то готовитесь? Да, сейчас будет осенью конкурс «Фэшн-битва» в Владивостоке. Тему дали, вот задумки какие-то нарисовала. Какая тема? Тема мода casual – 32-й год. Я шью подростковую одежду, да. У меня будет 9-12 лет девочки. Ну, расскажите, что кроить. Очень интересно, как вообще выглядит день человека, который шьет, да? То есть как это все? Примерно такие эскизы я накидала. Это часть. Это, я так понимаю, какой-то тоже жакет, да, в школу? Да, это жакет. Эта девушка захотела. Она говорит, я нарисовала модель у себя в голове, но в магазинах не нашла. Вот хочу, чтобы вы мне шили. Это тоже широкие брюки, пиджак. Я предложила подклад с цветочками. Есть у меня свои бирки. Это даже ваше какое-то Доронина. У вас фамилия такая? Да. Раньше я вязала. Вязала и на заказ, и для себя. Это было хобби. Нитки покупались, ценник до всех вот этих скачков был гораздо более приемлемый. Нитки остались. Зимой вяжу больше, чем летом. Прям в таких мотках? Да, это заказывала. Просто первый раз такое вяжу. Это как будто бы швейный моток, но он огромный. Нет, это итальянский хлопок. Ну, наверное, что-то можете показать? Да, можно показать. Есть несколько свитеров. Это лет пять назад я все это вязала. Твидовый свитер. Вот, да, вот так вот прям будет. Так, держите. Это юбка из прибалтийской пряжи, кауни. То есть вот с жаккардовыми узорами все это вязала, носила. А вы что-нибудь себе покупаете или все сами делаете? Нет, я одежды себе не покупаю. То есть все я себе шью, вяжу сама полностью. Какая интересная. Я даже детям ничего не покупаю. Это вот как прикольно. Да, это такую... Наизнанку? Наизнанку? Да. Это как жилет называется? Да, это как безрукавка зимой. Это я вязала, когда была беременна третьим ребенком. То есть это так хорошо натягивалось на большой живот. Воротник еще. Воротник, да, чтобы не... Очень прикольно. Как-то так. Короче, ребят, было бы желание, а сшить и связать можно все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, вот вы как человек, который медик по образованию, решились когда-то сменить ремесло, попробовать что-то другое. Что можете посоветовать людям? Стоит ли пробовать и дерзать, там, перебороть страх или какое-то сомнение? Конечно, стоит. Надо не бояться, во-первых, и всегда идти за своей мечтой. Вы попробовали, и у вас получилось? Да. Я очень долго это все совмещала, а потом решила выбрать не тот путь, которому училась изначально, получила второе образование. И я не жалею. Это интересно, познавать что-то новое, это всегда интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова